Субтитры делал DimaTorzok Может вопросы у вас интересные Слушайте, я на разные, вот мне интересно Это Александр, да? Или я ошибаюсь? Нет, Александр Какой? Все правильно Их три, какой из них? Так, третий был здоровый Был здоровый, огромный дядька А это первый, наверное, да? Это второй Второй, извините, перепутал Я помню, что третий был такой медведь Он удержал... Случайно который стал Который не хотел быть царем Но стал царем, потому что его брат умер Который спас свою семью Удержав во время Харьковского крушения императорского поезда Крышу вагона на своих плечах У меня есть ролик на канале Ну, как... Платить легенда Потом наберите... Не, ну там документальные даже фотографии есть Наберите Харьковское крушение императорского поезда Пойдете на мой ролик По этому поводу То есть вам интересно будет А вы прям... У вас большой канал? Ну, у меня сейчас увядающий канал Когда-то был неплохой канал У меня канал для Харьковской интеллигенции Сторонников русского мира Поскольку в Украине сейчас ситуация такая страна тоталитарная То народ... Я потерял, короче, 630% подписчиков То есть 63 раза С началом 22-го года Ибо стрёмно быть подписан на мой канал Соответственно, у меня... Мой канал в силу объективных причин Получается вядающий Но, тем не менее, так, кстати Ролики... Потому что вы пророссийские, я так понимаю, да? Да Понял А сами отгудут с Харькова? О, у вас с этим есть ролик О, и с индусом этим парнем, да? А, с Сином, да Стримером Есть, есть И из Белоруссии вот этот дядечка Дедушка, как у него там канал, я не помню О, ничего, ух, ничего себе У вас есть... Слушайте, у вас прям серьезные такие стримы есть Ну, вот подписывайся Если вы на второй канал зашли, Олег Денклуб А первый канал Пендалом Олег Денклуб А представляете, а я подписан на вас А, ну, прекрасно Пендал... Вот этот Пендалом Олег Денклуб, да Ну, если тогда и раз подписан, может, у вас, как у подписчика, есть замечания, рекомендации, пожелания Да, я, видимо, как-то попадаю на ваши стримы А я даже пытаюсь понять, что именно я вас смотрел Чтобы я на вас подписался Потому что я обычно подписываюсь, если меня что-то прям заинтересовало Может, какой-то я у вас большой обозревательный ролик, скорее всего, смотрел на что-то Пока не знаю, про что, честно Ну, хорошо, просмотрите, когда закончу с рулеткой, сегодня просмотрите, освежите в памяти Хорошо, хорошо А как вам, кстати, Микаэль? Что? Микаэль, как вам? Ну, как? Мозг есть у него, в отличие от среднего уровня украблагосферы Можно с ним говорить Ну, немножко зашоренный, но... Ну, а что с него ждать? Он в Украине живет Ну, босс есть, моск есть Да я просто только сегодня смотрел его разговор, дядя Гарри с ним И там как бы он очень сбежал от него Он прям убежал Потому что дядя Гарри ему задал обычно вопрос Он говорит, вернее, сказал, вы в любую вещь, то, что у вас происходит на Украине Вы превращаете в перемогу, в победу Не важно, что это будет Это раз, а два Он говорит, да, а два Второй вопрос, который дядя Гарри ему задал Говорит, назови мне хоть одну Один большой населенный пункт Который Украина отвоевала у России за 23 год Он как бы сказал, что я после стрима тебе скажу После стрима он сказал Он начал говорить, записывал видео Говорит, типа, мы завоевали там большое количество квадратных километров Но населенного пункта не назвал И сказал, и это победа Очередной раз, то с чем Нет, но это элементарно Херсон они отвоевали Там не отвоевали Я бы не сказал, что там война была за Херсоном Я понимаю, это не было войны Россия отступила Ну, по своим мотивам Но, тем не менее, они его вернули, можно сказать Да Ну, сейчас там творится, конечно, что-то не очень В Херсоне, сколько я смотрю Там выкладывают Как-то город не преображается Уж точно А как вы вообще относитесь к присоединению Херсонской области и Запорожской к России? Слушайте, ну смотрите, я вообще родился в городе Рени Знаете такой город? Ну, Рени, да, это Запорожская область, по-моему Не-не-не-не-не, это Одесская область А, Одесская, точно Это Одесская область на границе с Румынией На реке Дунай И то есть все, сколько я не был в Одессе, сколько я не был в Харькове Для меня это на самом деле никогда и не было Украины, это русские города Там люди все на русском разговаривают Тем более, Одесса, если была формально в Украине, как ее представляли на Западе То Харьков ее в ней точно не было Харьков основан Алексеем Михайловичем И, в общем-то, не входил в Украину Хотя входил в Малороссию как совокупность областей Ну, большевики предали вот эти два больших русских города Отдав Украине Ну, что поделать, такова жизнь Ничего с этим не сделаешь, к сожалению Ну, я надеюсь, что отвоюют обратно Я тоже на это надеюсь, на самом деле, что заберут все это обратно И что люди, которые все-таки... Ну, Харьков, Одесса, я надеюсь, заберут А город Днепр, я надеюсь, что будет разделен на город Екатеринославль по левому берегу И мысто Днепро по правому Равно как и город Киев Равно как и город Киев, надеюсь, будет разделен на город Киев по левому И мысто Киев по правому Вот эти два города, я считаю, их целесообразно наказать разделом, как Берген в 45-м году Киев и Днепр, за их поведение в 14-м году. Ну, я думаю, что на самом деле, если будет вообще какую-то разделку, скорее всего, западную часть отдадут туда, к полякам и тому подобное. Все остальную часть заберут просто в Россию. И все. И так и будет. Скорее всего. Главное, что побыстрее. Я понял вашу мысль. Хорошо. Ну ладно, еще раз приятно было побеседовать. Пишите комменты. И хорошо. Всего вам доброго. Берегите себя. До свидания. Добрый вечер. Вопрос у вас, какие интересные есть? Вижу. Александр. Молодец, соображаешь, Александр. Да. Какой, кстати? Второй. Красавчик. Грамотно, грамотно. Ну, что делать? Не все правильно отвечают. Процентов 20 только. Почему? Ну, вот не очень знают историю Российской империи. Очень плохо. Ты знаешь, молодец. Да? Так мы уже общались. А, поэтому помнишь. Или... Нет, про Александра мы не общались. А, ну я понял, да. Не было Александра тогда. Был разговор на другую тему. Исторические факты мы обсуждали. Ну, может быть. Александра не было. А почему такой флаг? Ну, как... А, ну флаг это города проживания. Не обращается... Ну, как это? Ну, это... Почему? Что, почему? Кленовый лист. Это все-таки Канада. Ну, Канада. Но цвета... Но цвета... Но цвета... Тенебелые... Тенебелые... Это... Другие цвета, абсолютно. Ну, вот такой флаг. Для троллинга. Он же... Соответственно, цветам российского флага. Я занимаюсь так укротроллингом. М-м-м... А где? Здесь синий-белый. Это все-таки не то. Это Динамо больше. Ну, синий-белый-красный. Это цвета российского флага. Только в другую... Ну, белый-синий-красный. Тогда уж если... А Динамо вообще... Динамо бело-голубые. А белый... Ну, я об этом уже говорил. А белый-синий это был зенит. Раньше у него был белый-синий цвет. Он всегда и есть такой. А Динамо бело-голубой. Ну, значит, сейчас зенит, да, белый-синий. Одинамо бело-голубой. Да, согласен. Молодец. Стояты поговорили с умным человеком. Так о чем суть-то? К чему, Александр? Ну, вот из уважения к Александру его эпохи, я выставляю его в портрет. Что к чему? Это очень правильно. А нет, может быть, не с вами, кстати, общались. Может быть. Александр делает, вот, ой, какие-то картинки неправильные. Вот красивая картинка. Почему неправильная? Там правильная картинка. Это анти... Луценковская пропаганда была. Надо, на самом деле, либо Александра оставить так же, а вот проектор, чтобы чуть выше показывал. Просто плохо видно половину фотографий. Ну, да, да. Ну, вот. Вот, а можно паузу поставить? А, ну, надо было раньше спросить уже. Ну, сейчас еще вернется. Это карта раздела Украины была, перспективно. Да я так и понял. Понимаете, что дальше будет? Действительно разделишь. Ну, я вот надеюсь, что разделится, да. А вы как? Ну, на что? Ну, на что? Ну, вот, на слабожанщину, на, собственно, Украину, разные танки, Киева, Винница останутся в ней, Хмельницкий. Запад отойдет к Польше. Ну, и Юга. И Юга. На хрена Польша-то, Запад? Ну, а куда его девать-то? Ну, пускай останется с Киева вместе. Они не захотят. Они в Польше захотят. Хм. Это факт. Ну, это же грустно. А почему грустно? А куда им еще? Не в России же их брать? Не, в России их точно не возьмем. Ну, вот. И Киева, Винница не нужны в России. Не, то, что у нас есть, оно и будет с нами. Ну, что? Это правильно? Это неправильно. Ну, ты... Есть пока что-то только Херсонская, половина Херсонской, половина Запорожской области, и ДНР, ЛНР не полностью. Ну. Ну, согласны же. Вас как зовут? Олег меня зовут. Олег, очень приятно. Николай? Да. Взаимно. О, ну, на самом деле, вот здравый смысл. Очень интересно. Почему? Очень, на самом деле, грамотный человек. Ну, а смотри, если ты предлагаешь по линии, вот как есть, так и оставить. То есть, наихудший вариант будет. Это, получается, что Харьков и Одесса будут вне России. Одессу надо брать. Харьков, в первую очередь, надо брать. А потом уже Одессу. Ну, Харьков сам присоединиться, когда Одесса будет наша. Нет, Харьков раньше, чем Одесса. Это же прямой коридор на Крым. Так я же говорю, когда Одесса будет наша, Харьков сам присоединиться. Я говорю, Харьков раньше должен быть наш, чем Одесса. Я же тебе о другом говорю. Потому что сейчас некоторые вот так и рассуждают, что, как ему сказали по телевизору, Херсон наш, а Харьков не наш. А Херсон это самый не пророссийский город Юго-Востока Украины. А теперь, видите ли, Херсон для них наш, а Харьков, который был до 2014 года российским локомотивом борьбы за русский мир. Именно Харьков, а не Донецк-Луганск был до 2014 года. Уже, видите, для них не наш. Вот некоторые наши тоже как-то вот не понимают и неправильно рассуждают. Согласен. Не тот подход. Нет, на самом деле, вот, эх, правильные мысли говорить. Ну да, о чем речь. Если хочешь, заходи на мой канал, тебе понравится, дать название. У нас счастья, дарённых успехов, счастливых. Вас здесь не пишут? Плевать, он в курсе. Кто? Тот, кто пишет. Семичастный? Типа. Торонто. А вы? Вот, Одесская область, место Белгород-Днестровский. А, ну да, точно. Правильно наш программ показывает. О чем беседуете в рулетке? Может, вопросы интересные есть? Да, вот спілкуемся с людьми. Мы с россиянами спілкуемся, как у них ставления до Украины, до тех подействий, что зараз тут выбываются. Вот так, как вот так. Ну, ясно, ясно. Ну, и что они отвечают? А, Виет там, а? Что вам россияне отвечают? Одобрить политику своей партии и правительству президента. Понятно. Сказал, что нас требует чуть-чуть дышать, добыть, сруйнувать, короче. Не, ну я бы тоже предпочел, чтобы Украина фрагментировалась, но мирным бы путем, а не военным. То есть вы хотите разрушение и горя народу Украины, да, Украине? Разрушение я не хочу. Фрагментация это раздел. Как вот Чехословакия разделилась мирно на два государства, так и я хочу, чтобы Украина разделилась. Но решать народу, это не должно быть вопреки воле народа, должно быть по реферитуму. Ты не путай, Боже, дар. Знаешь, не треба путать гонорары и гонореи. А справа в том, что вы достаточно уже люди на похиловую веку, и вы четко помните, что Чехословаччина, Чехословаччина, все самого часа были две державы, Чехия и Словакия. Это с 93-го стало, а раньше Словакии не было вообще. Была только Чехия раньше. Серьезно? А потом, после второй мировой, это серьезно. Чехословаччина была Словакия, до конца второй мировой войны была Чехия отдельно, А Словакия была отдельно, А Словакия была в составе иных держав, не было Словакии отдельно. Но Чехословакии не было. А Украина, ментальная Украина, нормально, как страна, как держава, она унитарное государство, унитарная держава. Вот если бы она была не... Так что там немало, ну, тут, вы разумеете, что тут такое питание, что, допустим, в Украине, в Украине, люди, которые обожают жить, Хай они живут долго и счастливо. Я прекрасно знаю, я 40 лет прожил в Украине, что вы мне объясняете? Ну, вот, бачите, а что ж вы тогда запытываете, дурные питания стали? Потому что у меня свое мнение, я прожил в Харькове, а Украина многими десятками лет паразитирована на Харьковском научном, природном и индустриальном потенциале. О, Господи, вот, знаете, вот мне чудово подобается. Я вам скажу то, я вам скажу больше, допустим, Украина, да, украинская влада, я не провожу параллели между Украиной и украинским народом, между украинской владой и украинским народом, и величество общества. Украинская влада тут тоже паразитировала, я живу на юге Одесской области, это Писарабия. И украинская влада, так же как и радянская влада, она тоже паразитировала на всех областях. Не на всех, а только на областях донорах. На каком? Да, на каких донорах. Знаете, что такое? Харьков-донор? Харьков-донор, да. Харьков-донор, да. Конечно. Харьков, ну, понятно, там промышленный потенциал, да? Там и газ есть, и научный потенциал, и промышленный. Серьезно? Харьков-главный донор. Научный и промышленный не все, да? Как и Днепр. А вы приедете на юг к Одесской области? Что? Одесса тоже донор, только поменьше. Кстати говоря. Одесса донор поменьше? Да, чем Харьков. Дядька, не смешите, не смешите, у вас что-то надо, буду смеяться. Ну, я... Одесса никогда не нужна. Что, Одесса? Что, Одесса не донор, хотите сказать? Вы хотите хотеть Одесса донор? Ну, вот, и я говорю, что донор. Я говорю, что донор. Одесская область одна из самых... Одесская область одна из самых богатейших, одна из самых богатейших регионов Украины. Но я в курсе. Причем она работает, зарабатывает гроши. Я же вам про то говорю, что Одесса донор. Вот пять доноров всего. Днепр, Одесса, Харьков, Полтава и Львов. Пять доноров в Украине. И что дальше? На 15-й год. Украина на них паразитировала. Многие десятки лет. В том числе и при... Украинская влада, но не Украина. Вы разумеете, что Украинская влада паразитировала. Украина как гособразование, Украинская влада одно и то же. Украинская влада паразитировала, грабовала. Хорошо, пускай будет по-вашему. Пускай украинская. Ну вот, чтобы это прекратить, чтобы в дальнейшем не допускать, Украине лучше разделиться. Я так читаю. Я не настаиваю. А не проще бы... А не проще напросто-напросто выкинуть чертовой матери всю эту нечто? Просто отправить даже к вам в Канаду, там его просветляете. А нам потихонечку будувати свою кодержаву. Это не проще. Это труднее для вас. Если бы у вас хватило эту силу, вы давно это не проще. Это нормально будет. Вот мы вот привезем всех наших вот этих ублюдков. Конечно, для вас будет нормально. Но это сложно вам сделать. Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Вы разумеете, что смотрите? Что в вашей краине может быть чиновнику за то, что он крадет казну? Ну, то же самое, как в любой краине. За взятки его посадят. У вас просто за взятки могут не посадить, потому что он купится более крупный взяток. Так вот, это великое питание, это великое проблема. Ну вот. Разумеет. И если бы какие-то страны боролись с этими методами радикально, просто расстреливают. Я понял. То у нас зараз, это все либерально, просто из-за вот этого, если бы не либерально, через эти вот бедвом, то это взымаем. Выбачь меня за матюки. Ну, нормально. То может у нас и порядок будет. Ну, тут я согласен, тут я согласен. Ну, все равно, сколько в Канаде роки? Сколько в Канаде роки? 200-300 роки, да? Как державе. Как державе с 1867 года. 150-160. А раньше была колония. Колония британская была. Ну, нет. Я, друг с другом, как державе. С 1867 года, я же говорю. Да. И дуречь. И дуречь. И дуречь. Канада до сих пор считается, гражданин Канады, подданной британской короной. Правильно? Не, неправильно. Он поданной королевы или короля сейчас. Да, да, да. Выбачаюсь. Я выбачаюсь. Я выбачаюсь. То есть у вас премьер-министр. А британская корону с королевом в Великобритании. То есть вы живете, ну, там некоторые очень интересные международные вот эти договора. Канады, которые просто, ну, когда вот все, вроде бы живут люди, а так вот как, ну, и вот такая вот ситуация. Вы спросили, так слушатели, я вам поясню. Да, она в Канаде считается канадской королевой, хоть это одно и тоже, один тот же человек. Она британская королева, но в Канаде ее британская королева не называют. Для Канады она канадская королева или король. Когда она подписывает, что это для Канады, она должна забыть, что она британская и подписывает для Канады, соответственно. Такие вот архаичные правила, но они существуют. Получается, а смотрите, а одно такое, одно такое запитание, можно вам задать? Да, давайте. Когда, допустим, Канада заключает каких-то договорах с Британией, на каком месте Боте стоит королева? Ну, тут королева как бы подпишет от Британии, а от Канады подписывает премьера. Или премьера подписывает? Тут королева, она же не может за обе стороны подписывать. Ну, понятно, понятно. Подписывает два премьера тогда, если с Британией. Чудовенько, интересно. Вот тоже интересно вот так вот для меня. Обычные, нравые люди, культура наша. Ну, хорошо, спасибо вам за беседу, всех благ. Недолго музыка играла, недолго, пока я танцевал. Я его знаю. Прекрасно, может, такие вопросы тогда есть. У вас, у вас хрюкуха клетчатый. Клетчатый? Не знал такой хрюкух. Я далеко не всегда эту рубашку надеваю. Ты просто пошутил. О чем говорите? Я шутку оценил. Ну, о чем говорю? Я в основном научная тема беседую. Это сложно найти собеседника. Ну, если... А как это? Как помогает научная тема в жизни? Ну, помогает как-то. Освежает. Вам помогает. Вы смотрите, вы... Вы на какие тема беседуете? О жизни, в общем. Ну, о жизни. Философский, что ли, тоже научная, можно сказать? О философии жизни. Ну, в Москве живете или где? Нет. А где есть на секрет? Мадагаскар. Да, Мадагаскар. Понятно. Я же с вами общался. Ну, да, было дело лицо знакомое. Общались. Но, Джо Локешин, я вас не помню. Ваш не помню, поэтому спрашиваю. Да, какая разница, откуда вообще? В большом районе, с москвичами я в Москве беседую о нюансах транспортной географии, особенно в свете последних изменений. Если не из Москвы, значит, другие темы. Так, ну, а какие темы трогают вас сегодня? Сегодня? Ну, вот, к сожалению, у нас отключили роуминг российский. Несколько дней назад. Вот такие троги. Чем это закончится? Ну, по вашим поднятиям. Это, в смысле, война, что думаете, да? Ну, для вас война, да. Ну, при хорошем стечении обстоятельств закончится фрагментация Украины, я надеюсь. На три государства, на четыре. Я думаю, что закончится гораздо страшнее. А именно. Да. Не скажу. Меня спрашиваете, сами не скажете. Ну, ладно, заинтриговали. Ладно, еще есть вопросы. Ну, слушай. Вот вы серьезный человек. Расскажите серьезные анекдоты с вашей жизнью. Серьезные? Нет, а что? Из жизни это случай. Анекдот, анекдот, он как бы не связан с моей жизнью. Из вашей жизни. Из вашей жизни. История смешного. Ну, я лучше анекдоты расскажу. На какую тему? На политическую, на любую. На любую. Ну, хорошо. На любую. На любую. Вот это, значит, эксперимент, решили сделать двух мужиков и одну бабу на необитаемый остров разных национальностей. Что с ними будет через год? Вот приезжают к испанцам. Встречают их. Один мужик, одна женщина. А где второй? Мужик отвечает, я его убил, и мы теперь счастливы. Приезжают к французам. Ну, значит, беседуют с ними. Как вы решили свои, значит, личные отношения, сексуальные вопросы? Он говорит, да очень просто. Один день пьер-муж, я любовник, а другой день наоборот. Приезжают к англичанам. Там три костра на расстоянии 100 метров, и у каждого, значит, по человеку трое. Их собирает вместе, говорит, как вы решили свои взаимоотношения там сексуальные, говорит, какие могут быть взаимоотношения, если нас даже не представили, когда привезли. Приезжают к евреям. Их встречают два мужика и две бабы. Говорит, а где вы вторую взяли? Очень трудно было, но достали. К русским приезжают, два стола, два мужика сидят. За одном предколхозом, за другом секретарь порткома написаны таблички. А где женщина? Народ в поле. Вот такой анекдот. Знаете, как вы думаете, чем больше человек знает, как это для общества влияет? Ну что влияет? Это его личные, так сказать, бенефиты, а не для общества. А для общества... Вот, смотрите, вот люди, ну, не совсем получившиеся нормальное образование. Как они с вами разговаривают? Ну, по-разному разговаривают. Методология разговора в зависимости от образования, от культуры общения, от дискурсионной практики. Вот о чем. Не, 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 не так, не так, не так. Мне кажется, многие вас не понимают. Может быть. я могу сказать посмотрите посмотрите глупый человек смеется на каким-то приколами а вы появляетесь и говорите у тонн стучки бананной эрудиции и они вас не понимают но я паял я-то согласен с вами когда я скажу научным языком и они понимают я даже могу сказать научным языком не своей профессия например дискуссионную практику можно дефицит дефицитировать как перманентного диэнтологическую традицию особых способов лингового оперирования целях осуществления семиотические трансформации психической реальности выступающие в качестве донатата а иногда и даже референта дискурса аффилированных субъектов межличностного взаимодействия вот это работа взорвать мозг а зачем вы это делаете ну так изучаю психотипы иногда если вас люди не понимаю ну если меня нужен меня понимали я говорю с ними на том языке чтобы на котором которые не понимают а вы знаете я даже понимаю почему сошли ну прибили кресту иисуса почему потому что вы не понимали ну понятно хорошо вы уже повторяйтесь я сейчас свои вопросы ко мне к вам не спасибо за беседа всех благ их в общем-то всех и назвали русские потому что это глагол русский это какой чей отвечает 17 гривен килограмм оказалось ну как это не очень дорого 17 гривен килограмм это не очень дорого и вообще все во всем мире яйца в мире меряется в килограммах а не штука что издеваетесь что ли у нас в килограммах измеряет есть мелкое яйцо есть крупное яйцо и все равно разные и цена разная игр в белково яйца одна цена у крупного яйца другая цена правильно ну если взять их килограмме если взять их за килограмм за килограмм это будет универсальная цена и черный жопа мне не нравится черный жопа ты чёрно наверно зря жалел деникин хама их надо было просьбой да плетьми а вот теперь не воинство не храма кратия помойки диктует моду на мораль мне наплевать а сердцу горько зафиксировали петр зафиксировали то что я сказал в татарстане в татарстане нету ни одной школы с татарским языком обучение и это факт не они же передали 1922 році воронежской области а в двадцать втором году львівська область где было в австрове но ищих в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо сучье семя повыведем за родную россию как гуси их рассею тяжело будет и и паркашовский был музея украинскому ночевым пытаясь да 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 украину кто 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 ничего кто 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 но не а но и а то и и и и т это м Субтитры сделал DimaTorzok